Всем привет! Сегодня у нас будет видео по запросу, специально отдельно для вас его снимаю, про деньги, карточки для россиян, как платить в Турции туристам и вообще, если вы сюда переезжаете или какое-то время длительное приезжаете, как здесь вообще сейчас пользоваться деньгами, да? Напоминаю, потому что у белорусов и россиян заблокированы карточки Visa, Mastercard, там санкции и вся прочая история, что на данный момент я говорю про Турцию, не про всю, не про Европу, не про другие страны. На данный момент на территории Турции можно расплачиваться российскими карточками банковскими по системе мирплатежная, она принимается. Здесь это банкоматы и терминалы, постмакеносы называются терминалы оплаты, ZeratBank, например, или IshBank, но я сразу всегда говорю Zerat, он более популярен, больше этих. Или есть еще, скажем так, мультик интернациональный, считывали во многих магазинах, это на все, есть, короче говоря, когда вы платите, у вас просто иногда спрашивают, а у вас, короче говоря, какого банка? Для иностранного, вы скажете, иностранного, вам дадут терминал для иностранных карт. Есть для IshBank, там для ZeratBank, финансбанка и так далее. Бывает, вы можете видеть на кассе, куча ряд такой стоит терминалов, вот спрашивают, какой, или в ресторанах такой. Для у кого карточка Мир, здесь Тинькофф Мир, у меня лично Тинькофф Мир, обслуживается. Иногда бывают такие истории, не сразу происходит платеж, тогда надо либо вставить это темасис, это без прикосновения, как это сказать, да, бесконтактная оплата темасис, или ты вставляешь чипом, или там, короче, пароль тогда вводишь. Для иностранных карт во все времена, очень часто, от определенного порога суммы надо было вводить код, короче, руками своими. Так вот, короче, если у вас, вы приехали туристы, или просто сюда по каким-то делам, у вас карточка по системе Мир, например, Банка Тинькофф, или остальных других банков тоже подходит, но Тинькофф 100% работающий, потому что он без санкций. Прикладываете к терминалу и оплачиваете где-то касса, магазин, ресторан, вы лучше для надежности скажите, что у вас иностранного банка карты, или назовите прям, а дайте мне ваш ZeratBank, или можно сказать, у меня иностранный, а через ваш Zerat хорошо работает. Они вам тогда предложат то, что у них есть, они вообще догадаются, поймут. А это настолько уже эта система Мир стала работать здесь, принимается в Турции, что даже там магнитики какие-то в лавках всяких в основном принимают. Но поверьте, если не пройдет оплата по какой-то причине, или не примут ту карточку, будет отмена, это не потому, что турки плохие, ну блин, простите, это проблема в карте, вот в этой системе, то есть продавец или тот, кто оказывает услугу, отношения к этому не имеет. Ввелась вот эта оплата по миру буквально последние три недели. В конце мая еще карточки не принимали. Знаете, как может быть иногда? Типа списывается сумма, вы в приложении онлайн видите, ну а вам кассир, например, говорит, оплата не прошла, и у него выходит чек пустой, да, возвратный, который, машинка тут же его печатает. И вам в течение двух-трех минут в банке онлайн-приложении, если вы открываете, возвращает списанные деньги обратно, плюсом они идут обратно, возврат идет тут же, не надо там ждать. Такое тоже может быть, да, то есть не надо истерить, орать, списались деньги, смотрите, вот у меня списались. Подождите две-три минуты, если вам дал автомат, ну, пост Макинеса дала отказ, не прошел платеж, вам сейчас деньги вернутся, две-три минуты. Я так просто истерику один раз подняла, я наезжала, и такие, я не знаю, что сейчас будем банк заводить, узнавать, потом раз они вернулись деньги, у меня просто сумма очень большая была. Вот, и я такая, окей, я поняла, что это просто сразу иногда не списывается, и таль отмену дает. То есть, может быть, сразу за минусом попытка была списание, мы дали отказ, в банке онлайн пишется, в терминале, ну, короче, вы поняли, не паникуйте, успокойтесь, деньги вернутся, не волнуйтесь. А как еще можно, да, воспользоваться деньгами, что, как сюда деньги выводить, в Турцию вообще, что здесь делать? В России сейчас проблема, нет налички валюты, не во всех городах, окей, я знаю, насколько я в курсе, а в банке, если вы хотите валюту получить, рубли на доллары или евро поменять, сколько в этот день принесли в банк, сдали, у них такое распоряжение, правила, столько они людям на руки отдадут, они из своих фондов ничего вам не отдают. Так вот, если сегодня там тысячу долларов не принесли, кто-то не сдал, вам тысячу долларов не отдадут и не поменяют, или сто, или двести долларов. В среднем, посмотрите на ютюбе видео, выпуск хорошей редакции, если они там ходили по обменникам в Москве и в Питере, узнавали скрытой камерой, что как, и там очень показано, сто, двести, триста долларов евро вы можете максимум в день посчитать, и то, если у вас кассир, наверное, знакомый, который придержал вам эти деньги, потому что нет гарантии, что до вас тут не придет и не поменяет. А спрос, ну, короче, вы понимаете, что происходит, да, какая странная ситуация. Так вот, а как ехать вот это, у меня спрашивали, как рубли менять в Турции, в Стамбуле, в многих обменниках частных, в курортной зоне, да, рубли преднимают, меняют на лиры или на доллары, на любую валютку, там, захотите, но вам смысла нет, курс будет по 100 рублей, по 116, две недели назад был. На самом деле, настоящий реальный курс, который есть в мире, как рубль считается, а не тот курс, который у нас есть от государства по ЦБ в России, и сколько у нас сейчас доллар стоит. Я думаю, раз вы мои видео смотрите, вы экономику, наверное, какую-то, да, знаете, что курс-то раздутый на самом деле, правильно, потому что он торгуется только на Мосбирже, не во всем мире, не котируемые. Алиэкспресс даже, если посмотрите сравнение, вот будет правильнее, знаете, вам зайти на Алиэкспресс и посчитать, сколько они, поскольку они считают товар за 1 доллар в рублях, вот это и есть курс, скажем так, более-менее в мире, курс рубля и лиры, а не тот, который в стране пишется, вот. Так что вы можете привезти рубли? Во-первых, обменники трудно будет найти, единицы только в центре, в самые ходовые, там а-ля Султан Ахамед, Лал-Или, там всегда Лал-Или, любые деньги можно поменять, что на торгаши все. Вот в Анталии, я не знаю, где-то вы что искать будете, я там не живу, не в курсе, ну, скорее всего, там тоже меняют, принимают, но сразу говорю, курс будет не такой, в два раза будет, чем в России, курс доллара к рублю, понимаете, это невыгодно. А тогда вопрос, а долларов нет, а как мне ехать в отпуск? Вот вы берете карточку по системе мир платежной своей страны и рассчитываетесь, это очень удобно. И очень самый выгодный вариант сейчас здесь для россиянам платить по своей банковской карте мир, вы именно оплачиваете покупку на кассе или в ресторане, на кассе, счет, там, не знаю, в экскурсии, все, что хотите. Одна лира в рублях типа 3,3 где-то, допустим, условно так пусть будет, 3 рубля 30 копеек одна лира стоит. Вам через терминал оплату снимут по 3 рубля, например, 60 копеек, только 30 копеек там с одной лиры, ну, это, допустим, разница будет, ну, это от суммы зависит, не буду уж так накидывать вам. Короче, это нормально, это адекватно, это самый выгодный вариант. Также, теперь как вывести доллары. Вы можете в банкоматах Ишбанка, Зератбанка и вообще здесь наклейка МИР на банкомате, на приемнике, вставить свою карточку, выбрать русское меню, практически весь здесь интернациональные они, вывести себе деньги, наличку снять с банкомата. Вы можете снять в лирах, есть банкоматы, не все, но там на них написано тоже некоторых, в долларах, там вам предложится меню, в долларах вы вводите, вы можете наличку с банкомата снять в долларах. Это больше в туристических местах, в таких, или при банках, например, в банкоматах, где ATM, банкоматик, сам, да, машина. Я уже сразу и турецкий мешаю, и русский, капец. Короче, где автомат банковский, вот этот, я уже не знаю, как он точно по-русски называется. Короче, при банке, например, офис банка и вот окошечко там, банкомат при нем, как бы там точно баксы будут. Но на банкомате это на самом пишется. Можете лиры снять. Это, сразу говорю, невыгодно вам. Там считается по другому курсу, который в этом банке об обслуживании, например, в Зиратбанке или в Ишбанке, где вот мир принимается, с которой они работают. И вы платите еще 10% за обслуживание в банкомате, то, что вам выдают наличку за саму операцию транзакция, вы оплачиваете разницу, и за операцию банкомату 10%. Я вот для примера вам скажу, это не сейчас другой курс был, я сняла 10 тысяч рублей, в лирах мне вышло, я получила на руки примерно 8500 рублей, и полторы тысячи рублей за операцию, это еще в мае месяце было. Я, конечно, офигела, когда это увидела, я... И знаете, в чем, скажем так, засада была, что я, конечно, в таких операциях я всегда беру, окей, напечатать чек, можно там от чека отказаться, я храню природу, а чек обычно отказываюсь. Я тогда распечатала его. Никакой, блин, информации нет. Чисто карточка, с которой ты снимаешь, сумма в лирах, которую ты получаешь, время, банкомат, адрес, все, по какому курсу, за что у тебя сняли этих полтора косаря, за какую операцию, сколько стоил доллар, сколько ты отдала процентов или конкретную сумму за операцию, не написано, пустота. Это не опечатается на чеке, ты ни черта не поймешь. Я вот это вывела, только вот сколько конкретно у меня с карточки списалось, я посмотрела, сколько я получила в лирах, по курсу переводила, короче, вот это все, расчетами 5 минут занималась и пришла к выводу, сколько у меня денег, короче, куда не делись и поняла примерно, по какому курсу у меня чего снялось. Поэтому, короче говоря, внимательно люди, лучше рассчитываться выгодно карточкой. Как вывести доллары? Тот, кто здесь надолго. Или кому нужны баксы, скачиваем приложение, которое пока что еще работает, Золотая Корона, или оно еще Corona Pay здесь в Турции называется. В приложении с вашей банковской карты вы регистрируетесь, регистрируете карточку, учтите, что можно привязать к одному аккаунту, вашему фамилии, имя, телефон, одну карточку банковскую, списание с которой может быть. Лучше Тинькофф, Сбер там уже не канает, Тинькофф там очень хорошо сейчас еще идет. И, например, вы хотите вывести 1000 долларов, там ограничений очень мало, то есть там такие суммы. Тинькофф берет 5000 рублей за операцию с 1000 долларов, то есть до 1000 баксов удобно выводить. Ну, например, 500 долларов вы можете вывести. У вас в рублях с карточки-то спишутся деньги, а в Corona Pay, то есть, ну, как вестерньюниум, назовем, да, там в приложении, в Азериксе, там очень-очень все просто. На ваш паспорт на себя вывод делайте, кто получает, вы делайте на себя. Заходите в получение Corona Pay и там, код даете, паспорт, стандартная история, так как в U.S. Тинькофф, вам выдают в долларах. Может быть, если в приеме, где деньги выдают на выдаче, там долларов, может быть, нет, вам в лирах могут выдают. Вы там это уже до получения своего перевода обсуждаете с оператором, сколько, например, у меня там 500 долларов, у вас есть наличие? Он говорит, да, у меня есть, я вам выдаю. Он говорит, ой, знаете, у меня есть 300, давайте я вам по курсу посчитаю, там 200, я вам лирами выдаю. Вот, короче, договаривайтесь, вот и все. Плюс какой, если нет там денег, что-то вы не можете, это перевод может висеть какое-то время в системе, и там есть возврат, карточки ваши, деньги вам вернутся, если вы перевод по каким-то причинам, ну, нет, например, 500 баксов, а у нас только 500 долларов. Не можете вы нигде сегодня получить или завтра, еще как-то. Вы можете обратно сделать возврат платежа, деньги вернутся на карту, все, короче, вы ничего не теряете, не переживайте. Минусы, там надо убрать галочку, информация, информирование 100 рублей стоит, а получение счета вам не надо, если вы себе переводите 100 рублей, этих комиссий не платите. Второе, там внизу, когда расчет идет по переводу, там курс, естественно, не такой, как ЦБ в Гугле вам пишет, а тот, который CoronaPay делает. Это обычно на 2, 3, 4 рубля курс доллара здесь выше, ну, менее выгоден, чем в Гугле вы в ЦБ посмотрите. Это логично. Вы вообще представляете, что этот курс Центробанка, доллар, он вообще нарисованный, он искусственно создан, поэтому это очень баксы выводить, рубли в доллары переводить и в наличка получать за границу. Самое удобное вот это CoronaPay, пока она еще существует, не прикрыли лавочку, я вам скажу. Затем что? Где получать деньги? В самом приложении вы открываете навигацию, в ближайшую геолокацию ставите пункты ко мне выдачи, и вам там пишут пункты. Это не обязательно саму CoronaPay искать, это может быть ПТТ-почта, где выдаются деньги с кассой большой, не просто ПТТ, где принимают посылки с кассирами, большая почта, она в каждом районе, кстати, есть. Это PaySend-система быстрых переводов в Турции, PaySend, типа PayPal, кстати, в Турции не работает Америка же под санцами, PayPal в блоке, кто мне просит, девочки говорят, можно я вам PayPall деньги перешлю за консультацию? Нет, только у нас PaySend есть, внутри здесь, в стране, он, короче. У нас здесь в Турцию вообще деньги за границей, это Western Union, MoneyGram, ну или на счет банковский, турецкий, там государство смотрит, налоговая, вся история, вам могут быть вопросы, откуда вы деньги за границей получаете. Поэтому я обычно MoneyGram или Western Union, пожалуйста, в Турцию можно делать переводы. Например, будет марафон скоро, можете оплачивать по вот такой системе, если вы за границей где-то на турецкую или карту, в общем. Окей, далее. Про пункты выдачи. И вы там найдете, есть, короче, адреса, они рабочие, вы все увидите, можете поехать в другой район, там, в своем городе где-то получить, позвоните, если вы турецким владеете, пожалуйста, узнать, если вы, короче, это все решаемо. Приложение CoronaPay, там все это есть, качайте, делайте. Еще есть один последний способ черного рынка, назовем, есть чаты. В Телеграме, например, есть группы. Наши в Стамбуле, наши в Турции. Вот такая история, прям просто в Телеге вбивайте. Наши в Стамбуле есть такой, например, чат. И там объявления различные. Куплю, продам, помогу, подскажите документы, чего, где, как. И там очень часто пишут люди. У меня, например, вот, у меня есть рубли. Мне их надо поменять на лиры, на лиры. Обычно на доллары там ничего не меняют. У вас есть, потому что обменники, на лиры поменяйте, сами идите в обменник, на баксы все меняйте. Никто здесь, долларов не любит избавляться, естественно, что доллар тут растет, лира падает. И вот, например, мне надо там, как люди делают. Они в этих чатах встречаются, пишут, например, мне надо обменять там только-то там тысяч рублей, а кому-то же деньги в России. У вас, у многих тут лежит, родственники остались там. Кому-то что-то платить надо, какие-то кредиты, кто переехал и так далее. А в рублях нет поступления на счета, на карточки русские. И тогда люди меняются деньгами. Они там списываются в чатах, встречаются. В своем там городе, районе обычно пишут, там, я в районе таком-то, давайте встретимся. И, короче говоря, вот ты приносишь, например, наличка там лиры, а человек тебе, ты ему там посчитали, вы там договорились по какому курсу, сколько как индивидуально, между собой, нет каких-то конкретных правил. И, например, ты ему говоришь, вот, например, 10 тысяч лир, и сколько это сейчас на данный момент, например, 30, там, 3-34 тысячи рублей. А он тебе, например, если вы так по курсу официального меняете, они эквивалентом переводят в рублях, там, онлайн-банки, там, Сбербанк, Тинькофф, что там, ВТБ, что у тебя, какой банк, тебе на карточку в рублях, все, а ты ему наличку. Вот так поменялись. Или наоборот, кому-то здесь нужны рубли наличные. А мне рубли капец нужны, я, например, еду домой к себе, там, не знаю, оплатить гостиницу, еще что-то, какую-то деревню вообще, у меня нет там, понимаете, да. И человек на тебя встречается, человек ему в рублях здесь отдает, у кого, кто их привез с родины, да. А он ему, например, на лиры тут же поменял, или там, на доллары, или, короче, вы поняли, или каким-то образом как-то. Или он тебе там наличку, а ты им там виртуальные деньги переслал в те же рубли. Вот так это происходит. Это чаты, это фейсбук, это телеграм, телеграм-каналы. Вот наши там, объявления наших, просто потупо позабивайте в поиске, поищите. Вы один такой наткнетесь, вот наши в Стамбуле, например, даже. И вы там уже на другие чаты можете выйти, там все это пишется. Короче, не сидите на месте, узнавайтесь, задавайте вопросы, вы информацию найдете. Вот так еще такое, назовем, рынок. Ну, тут так обменивают, в чатах встречаются люди, я вам сразу говорю, есть барыги уже перекупы там, которые по другому курсу меняют. Типа официально там условно за вот эту работу, за приезд, но это тоже, по сути, назовем так, бизнес, не надо, не бери. Правильно, да, 10 тысяч лир, например, ты меняешь на 33 тысячи 500 рублей, допустим, а он тебе говорит, ну, я тебе за 35 тысяч рублей поменяю, не понимаете, да, то есть какой-то процент или курс другой, в общем, договаривайтесь уже там. Вот на данный момент по деньгам здесь именно с Россией и Беларусью вот такая история происходит. Выгоднее всего, напомню, рассчитываться карточкой системы мира сразу на кассе, не снимать в банкомате, там непонятно за что и сколько возьмут. Выгоднее вот на данный момент вот так. В туристических зонах активно принимается мир, не переживайте, это для туристов и было на сезон сделано. Что еще? Ну, в принципе, наверное, все. Задавайте вопросы, если они у вас есть. У меня в инфобоксе под видео всегда моя почта указана, пишите туда. Также я отвечу на ваши вопросы в комментариях. Если у вас темы какие-то интересующие для видео, тоже комментарии, пожалуйста, пишите. Хочу отметить, что у меня есть, скоро будет в июле марафон, я вам дам информацию. Если будут вопросы по оплате, можно будет на Тинькофф карту оплачивать, кто в России, кто в Турции на турецкую карту, кто за границей. Вестерн, Юнион, Маннигрэм здесь у нас есть перевод. В принципе, все работает. Что еще? Если нужны мои консультации, помощь психолога, тоже пишите на почту, я вам помогу. До новых встреч. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всем пока.